Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Информация из Израиля, но она не столько и не столько про Израиль. Это для всех будет интересно. И для граждан России, и для граждан Украины. Значит, в Израиле пошел, начался, точнее, процесс обмена израильских заложников, захваченных террористами 7 октября, на террористов, которые были арестованы израильскими властями в разное время. Там определенный есть принцип количественный, по-моему, 3 к 1. Не суть важна, это их проблемы, их отношения между собой. Процесс вроде идет, но теперь переходим к тому, что интересно. Значит, ну для начала, интересная такая новость. Катар, который выступил посредником в этом обмене, добился у Израиля обещания того, что Израиль не будет ликвидировать террористов Хамаса на территории Катара. Вот так вот. Ну окей, хорошо, примем к сведению. Но насчет Сирии, Турции и прочих стран мира, Израиль никому ничего не обещал. Так, к сведению просто, как бы такая вот заметка. Ну а теперь вот что интересно. Значит, там среди заложников, которые пока что не обмениваются, есть большое количество россиян. То есть, их количество точно неизвестно. Но они есть. Это израильтяне, я так понимаю, извините, россияне, у которых, по всей видимости, есть второй израильский паспорт. Или просто россияне, которые были с одним паспортом, но просто были на этом музыкальном фестивале, который там 7 октября был как раз на юге Израиля. Так вот, 20 россиян Хамас убил и неизвестное количество похитил. То есть, там разные цифры ходят. Я не хочу их сейчас озвучивать, потому что они могут оказаться некорректными. Но цифра может быть двузначной. Похищенных россиян, скажем так, похищенных обладателей, в том числе и российского паспорта. Еще раз повторюсь, возможно, что у них есть паспорт и израильский, либо же паспорт другой страны. Окей, скажем так, в любом случае, с точки зрения российского законодательства, они граждане России. И вот, значит, один из муниципальных депутатов Санкт-Петербурга обратился в ФСБ с тем, чтобы ФСБ приняло меры к освобождению граждан России, похищенных Хамасом. А также меры к объявлению Хамаса террористической организации, поскольку, как минимум, 20 граждан России, заметьте, не военных, а гражданских, он застрелил, убил там. А еще неизвестное количество похитил, и они сейчас находятся в заложниках. И вот тут самое начинается интересное, точнее, не интересное, а абсолютно закономерное. Самое интересное, что ответ вот этому вот муниципальному депутату пришел. Можете на ответ полюбоваться внизу. Ссылочка в описании к данному ролику. Полюбоваться на этот ответ. Значит, ФСБ не нашло оснований для беспокойства. Вот, я вам сейчас даже прочитаю, как они пишут. Представленная информация принята к сведению. Вместе с тем, оснований для принятия органами Федеральной службы безопасности мер реагирования в настоящее время не имеется. То есть, вот теперь давайте подумаем, а как же так? У вас похищают, черти сколько, ваших граждан, террористы. Других они убивают без суда и следствия. А никаких, значит, мер воздействия вы не собираетесь принять. И вообще не видите оснований для какого-то беспокойства. Хм, а почему бы так? Вон в Украину вы полезли поганым рылом, просто потому что вам показалось, что здесь каких-то фантастических русскоязычных фантастически ущемляют. Правда, вот этих русскоязычных никто не видел, и ущемления тоже никто не видел. Но вам показалось, и вы полезли своей поганой военной машиной. А тут конкретно ваших граждан поубивали, позахватывали, оснований нет. О чем это говорит? Это говорит только об одном, что Хамас действовал по указке из Кремля, по указке России. Террористов Хамаса готовили россияне вместе с иранцами. Операцию планировала Россия. Это без вариантов. Сам Хамас, ума им бы не хватило на это все. Вот это все сделать, завалить всю границу, смеетесь что ли? Какой Хамас? То есть, почему они так ответили, россияне, я имею в виду ФСБ, почему так ответили местному муниципальному депутату? Потому что в результате вот этого расследования они бы вышли на самих себя. вот это все. Вот это все. Продолжение следует...